Время новостей Сумму взносов на Капримун должны устанавливать регионы. О работе Совета законодателей России речь шла на заседании Президиума Совета по взаимодействию Думы Астраханской области с органами местного самоуправления. Что необходимо делать на даче в июне? Народные способы борьбы с вредителями и сорняками от Владислава Лихваря. Составлен рейтинг лучших туристических направлений 2016. Ахтубинцы предпочитают отдых на курортах Краснодарского края. И обо всем подробнее. Сегодня 8 июня водителям Российской Федерации полезно будет ознакомиться с рядом поправок в правила дорожного движения. Новый термин «опасное вождение» официально стал частью жизни российских водителей. Правительство уже сформулировало этот термин и рассказало народу, кого будут штрафовать за тягу к лихачеству. Ради этого даже был создан сайт «опасное вождение.рф» с примерами нарушений и даже видеозарисовками. Правда, сотрудники ГИБДД комментировать новшества не торопятся, ссылаясь на то, что права устанавливающих документов, согласно которым накладывается штраф, у них пока нет. Ну а теперь к другим темам. В областном парламенте состоялось заседание Президиума Совета по взаимодействию Думы с представительными органами муниципальных образований. Обсуждалась тема предстоящих изменений в программе капремонта многоквартирных домов. Кроме того, на очередном своем заседании областные парламентарии заслушали отчет регионального Минфина по исполнению бюджета за 2015 год. Одно из ключевых тем заседания Президиума Совета по взаимодействию Думы Астраханской области с представительными органами муниципальных образований, которое состоялось 31 мая, стало обсуждение итогов визита в регион руководства Фонда содействия реформированию ЖКХ России. В рамках визита состоялось совещание, на котором федеральные чиновники проинформировали о готовящихся нововведениях, в их числе поправки в закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Напомню, средства на эти цели собираются жильцов в специальный фонд. Федеральный центр намерен установить, кто и сколько будет платить. Может появиться такой огромный справочник, где для каждого населенного пункта, по сути дела, предложен соответствующий размер. Чем-то на отдаленном напоминает появление документа. Помните, когда впервые мы увидели с вами закон о обязательном страховании гражданской ответственности автомобилистов, ОСАГО так называемый. Сегодня в Астраханской области минимальный взнос на капремонт составляет 4 рубля за квадратный метр, в то время как в среднем по России 6 рублей 30 копеек. Законодательная и исполнительная власть региона нашли баланс между потребностями в поддержании жилья в нормативном состоянии и платежеспособностью астраханцев. То, что федеральный центр будет искать подобный компромисс для каждой территории, вызывает у народных избранников сомнения. Областные и местные депутаты приняли решение направить обращение в Министерство жилищно-коммунального хозяйства страны с тем, чтобы право устанавливать размер взноса на капитальный ремонт, оставить регионам с учетом своих социально-экономических особенностей. В ходе публичных слушаний исполнения областного бюджета за прошлый год, в котором приняли участие депутаты, председатели муниципальных советов, представители профсоюзов и общественности, исполняющий обязанности министр финансов Олег Соколов доложил, что дефицит бюджета в 2015 году составил чуть более 3,5 миллиардов рублей. Основную долю доходов региона составляют налоги на прибыль организаций и НДФЛ. По результатам прошлого года цифры неутешительные. Произошло снижение показателей на 16,4 и 1,7 процента соответственно. Организации, уплачивающие налог на прибыль в рамках консолидированной группы налогоплательщиков, это у нас крупнейшая организация, по итогам 2015 года снизили отчисление налога на 2 миллиарда рублей. С 6,3 миллиарда до 4,3 миллиарда рублей. Также снизили отчисление по налогу на прибыль и кредитные организации, то есть банки. Порядка 0,6 миллиарда рублей. Из-за нехватки средств пришлось существенно сокращать расходы по многим направлениям, к примеру, на поддержку фермерства малого и среднего предпринимательства. Но даже при таких сложностях бюджет 2015-го выглядит лучше, чем региональная казна 2016 года. По требованию Министерства финансов России бюджет бездефицитный, поэтому расходные статьи заложены по принципу жесткой экономии. И снова в углове угла выполнение всех социальных обязательств. Создана рабочая группа по поиску источников наполнения бюджета, в составе которой депутаты, представители исполнительной власти и контрольно-счетной палаты. Ведется работа по оптимизацию расходов. Остро стоит вопрос заработной платы учителей. На федеральном уровне сегодня обсуждается вопрос оказания бюджета Астраханской области дополнительной финансовой помощи. После того, как налог от нефтедобычи ушел в федеральный бюджет, область недосчиталась порядка 5 миллиардов рублей. С просьбой вернуть астраханцам потерянные средства, областные парламентарии в декабре прошлого года, когда принимали бюджет 2016-го, обращались к федеральным профильным министерствам. Надежды на положительное решение вопроса еще есть. Александр Клыканов считает важнейшим с точки зрения самодостаточности и процветания региона вопрос сбалансированности межбюджетных отношений. Бюджетная обеспеченность – это основа развития, которой у нас на данный момент нет. Порядка 80% субъектов страны – дотационные. 70% собственных доходов регионы направляют в федеральный центр. И только 30% остается в области. При таком положении дел говорить о выполнении всех полномочий не представляется возможным. Сегодня интенсивная работа ведется в Совете законодателей России. Председатель Думы возглавляет в нем комиссию по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству. На последнем заседании мы предложили и поддержали нашу комиссию, чтобы провести полную инвентризацию всех расходных обязательств и полномочий и соответствие ресурсам, которые у региона имеются, чтобы картина была на самом деле более полной для анализа, тогда и концепция новая может реализовываться эффективно. Конечно, надо возвращаться к тому, чтобы и регионы были самодостаточны, а значит и вся наша Российская Федерация. Это вот то из последних моментов, на чем сегодня работает Совет законодателей. Мы очень рассчитываем, что при поддержке регионов этого обязательно добьемся. В ближайшие дни на территории Астраханской области ожидается жаркая погода, в связи с чем прогнозируется высокая пожароопасность. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров в районах области. Служба МЧС предупреждает, что во избежание возгорания необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем. В соответствии с постановлением правительства Астраханской области номер 136-П от 17.05.2016 года на территории Астраханской области введен особо противопожарный режим. Что следует выполнять в условиях особо противопожарного режима? Ни в коем случае не разводить костры. Руководителям глав сельских поселений и городов нам было рекомендовано организовать опашку населенных пунктов, опашку объектов, находящихся в лесной зоне, ограничить посещение людей в лесах, также проверить систему оповещения людей о пожаре в случае возникновения пожара, определить места эвакуации людей в случае пожара, проверить и привести в исправное состояние источники наружного противопожарного водоснабжения руководителям сельских поселений, также провести разъяснительную работу среди граждан о требованиях пожарной безопасности, организовать визуальное наблюдение и патрулирование с целью раннего обнаружения загорания. Если гражданин обнаружил возгорание, либо увидел, что произошел пожар, он незамедлительно должен позвонить по телефону 112, либо 01 и сообщить о случившемся, назвав свое имя, адрес места возгорания, ну и по возможности приступить к тушению пожара. Ландшафтные пожары опасны, но сейчас трава выросла, сейчас если наступит засуха, то большая вероятность того, что произойдет возгорание, как от неосторожного обращения с огнем, то есть присутствует человеческий фактор, также и возможно самовозгорание. Для школьников наступила пора самых длительных каникул. За лето ребята отдохнут и окрепнут, силы понадобятся для успешной учебы и покорения новых вершин в интеллектуальных состязаниях. В завершившемся учебном году ученики школы номер один показали хорошие результаты в школьных олимпиадах разных уровней и надеются, что следующий сезон будет не менее успешным. С картинки в родном букваре начинается не только Родина, но и нелегкий путь к познанию. За школьной партой ребята проводят не один год, но чтобы впитать в себя как можно больше знаний, этого мало. Нужно уметь учиться. Иван Церс, судя по результатам, эту науку постиг. Он победитель школьных олимпиад муниципального и регионального уровней, но главное его достижение – это участие в российских интеллектуальных состязаниях. В этом году в число призеров он не вошел, но зато постиг секрет успеха и знает, что нужно, чтобы попасть в число лидеров. Большинство из участников 11-го класса, которые заняли первые места, победители, призеры, они здесь на ту олимпиаду ездили не второй раз, а третий. То есть с 9-го класса, в 10-й, в 11-й. За один год поездки можно накопить достаточно опыта, для того, чтобы выходить на первые места. Ну, а поскольку мы оказались в таком вакууме информационном, из которого нам в этом году удалось выйти, мы съездили на Россию, теперь у нас опыт какой-то есть, теперь преподаватели знают, как нужно готовить детей к олимпиаде, и у следующего поколения олимпиадников шансы гораздо выше. Своего ученика, учитель биологии Светлана Ефимова, называют Иваном Дмитриевичем, и причиной тому не возраст, а заслуги. Ивана Дмитриевича было не очень сложно готовить, в том смысле, что все, что я ему даю, он поглощает, он переваривает, он что-то новое еще находит, он постоянно занимается самообразованием. Школьная олимпиада Всероссийского уровня по биологии проходила в Ульяновске. Чтобы туда попасть, нужна была не только хорошая подготовка, но и спонсорская помощь. Благодаря Сергею Александровичу Исаеву, выпускнику нашей школы, сейчас он генеральный директор ЗАО ТАПАС, он организовал фонд, и вот этот фонд в этом году очень помог нам решить финансовые трудности, которые возникли. Для того, чтобы отправлять детей на Олимпиаду, нужны деньги, это не дешевое удовольствие. Девятиклассница Алена Калмыкова тоже попробовала свои силы на Всероссийском уровне. Ее педагог по химии Евгения Васильевичева говорит, что это был удачный дебют. Мы в этом году решили выйти на новый уровень, на Всероссийскую Олимпиаду, и приняли участие в Олимпиаде, которая проводится каждый год Пермским исследовательским университетом. Эта Олимпиада, у нее второй уровень сложности по России, принимают школьники со всей России с девятых по одиннадцатые классы. Эта Олимпиада проводилась в четыре этапа, два было дистанционных, еще два было очных. Мы выбрали площадку «Самара». Алена прекрасно справилась с заданиями, и мы призеры. Чтобы участвовать в Олимпиадах Всероссийского уровня, знаний школьного курса, конечно, маловато. Алена признается, что без поддержки педагога в ходе подготовки к интеллектуальным состязаниям не обойтись. Евгения Вячеславовна сделала все, чтобы я победила в этой Олимпиаде, чтобы я приняла участие. Я ей за это очень благодарна. Кристина Шпилюкова – победитель областной Олимпиады по химии. По словам ее педагога Галины Сагун, девочка никогда не пасует перед трудностями и много работает. Кристина действительно очень трудолюбивая, очень ответственный ребенок. И отсюда, от подседневной ее работы и выходят эти результаты. Готовились мы систематически. У нас есть день, когда мы занимаемся, прорешиваем, решаем более сложные задания, естественно. Потом делаем вывод после городской Олимпиады. И уже с новыми знаниями, с новыми стремлениями Кристина поехала на областную Олимпиаду. Сама Кристина – человек очень скромный. Несмотря на победу в областных состязаниях, она не зазнается и говорит, что бывают задания, когда решение дается не сразу. И тут главное – не отступать. Я пытаюсь начать что-то решать, и по ходу, возможно, придет это решение до конца. Конечно, трудности были, но так как к ним вообще подготовиться нельзя, потому что каждый год задания разные, нельзя предугадать, что будет в следующем году. Конечно, они очень трудные. Все герои нашего сюжета – люди неординарные. У каждого свой характер, свои пристрастия и свой путь. Но всех их объединяет стремление к познанию, без которого даже фортуна не поможет. К тому же не стоит забывать, что удача любит подготовленных. С учетом мнения российских туристов названы лучшие туристические направления 2016 года. Согласно рейтингу сообщества путешественников Трипедвайзер, в списке 10 лучших направлений России первое место занимает Санкт-Петербург. Северная столица уже третий год в списке лидеров. На втором месте – Сочи. Тройку лидеров замыкает Москва. Далее – Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, а также Краснодар, Киров и Анапа. Что же касается поездок за рубежом, лучшим направлением путешественники выбрали Великобританию, Турцию, Марокко, Францию, Чехию, Италию, Вьетнам, США, Индонезию. Каким туристическим направлением отдают предпочтения ахтубинские путешественники, узнаем в нашем следующем сюжете. Выше 40 градусов в июне. Астраханская область изнывает от жары. Люди спешат укрыться в тенек. Разлетаются прохладительные напитки. В прошлом году на территории Астраханского края установилась аномальная жара. Столбик термометра поднимался до плюс 46 градусов, а в тени до плюс 39-40 градусов выше нуля. На небе ни одной тучки. Дожди проходят мимо обезвоженных земель. В этом году просьбы астраханца словно были услышаны. Погода в этом месяце сама не своя. Лето встречает ахтубинцам, градам и сильным ливнем. По сведениям синоптиков, температура воздуха в этом месяце ожидается около или ниже климатической нормы до плюс 33 в тени. Месячное количество осадков будет превышать климатические нормы. Впереди ливневые, грозовые дожди, шквалистые усиления ветра до 17-22 метров в секунду. Шутки ради пользователи социальных сетей репостят друг другу картинки о затерявшемся лете. На выходные передали 30 градусов жары, 15 в субботу и плюс 15 в воскресенье. Однако пока одни ждут теплую погоду в Ахтубинске, другие ждут ее у Черного моря. В связи с политической ситуацией полежать на солнечных пляжах Турции и Египта любителям отдыха за рубежом в этом году не удастся. Набирает обороты российский туризм. Лидирующую позицию в рейтинге самых популярных мест отдыха, по мнению Ахтубинцев, занимает Краснодарский край, а именно Адлер. На втором месте по количеству распроданных путевок солнечный город Сочи. Спрос натуры этого города высок, даже несмотря на то, что цены в этом году заметно подскочили. Но и замыкает тройку лидеров в Крым. Поделитесь планами на лето. Отдыхать, за раками ездить, на рыбалку. Я только здесь предпочитаю. У меня диплом через неделю. На море поеду потом. Если удачно защищу Крым, никуда не еду. Так что, никаких планов. Работать будем? Отпуска нет? Нет. Почему? Потому что ремонт идет в квартире. Город Казань. На юг. Хочется на море. В Санкт-Петербург сейчас уезжаю. В Крым. Вида, конечно, неописуемая. В Саратов. Слежим в Томск. Никогда не поедем этим летом. Почему? Да мы работаем. Учимся, работаем. В августе только собираемся. Пока это секрет. Вдруг не исполнится. Начиная с весны и до осени, прополка грядок занимает много времени. На нее тратятся значительные физические силы. Как избавиться от сорняков и сделать эффективной борьбу с таким вредителем, как тля? Об этом в рубрике «Во саду или в огороде» с Владиславом Лихварем. Наступила долгожданная пора для любителей дачных деликатесов. Ура! Лето! И мошкара сладкоежкам нипочем. Когда земляника, клубника, черешня, вишни поспили. Не ленись, нагнись. И прямо с грядки, прямо в рот. И никакая хворь вас не возьмет. Однако дачники знают, чтобы получить хороший урожай, ягод, фруктов в саду, овощей с грядок, работы предстоит выполнить немало. Да и знать надо, что, когда и как делать. Этот сезон особенный. Дожди часто идут с весны. И зеленый пожар охватил садово-огородные участки. Да и на грядках. Вместе с высаженными овощными культурами сорняков выскочило видимо-невидимо. Это первая проблема на сегодня у дачников. Не успеете вовремя. В начальной стадии роста удалить траву через неделю-другую поздно будет. Забьет ваши помидоры-баклажаны. Не даст нормально развиваться. Урожая на такой грядке не дождаться. Сколько труда будет напрасно затрачено. У меня же на даче такой проблемы нет. Лет пять на грядках трава не растет. А все потому, что освоил новую технологию выращивания овощей на почве, укрытой черной нетканой тканью. Воду, воздух она пропускает, а свет нет. Этот же метод перенял Олег Вознюк. В своем огороде под нетканкой выращивает помидоры, перцы и капельницу туда же приспособил. Теперь на грядках, на даче у него, одна забота – овощи собирать, да заниматься любимым делом, ухаживать за садом, который у него, наверное, самый большой в районе. Одних только яблонь растет, более четырехсот. Как он с таким хозяйством управляется? Защищает от вредителей, проводит грамотный уход. Олег Анатольевич расскажет нам на следующей неделе в программе «Наша дача». Ну а сейчас о проблеме номер два. Борьбе с вредителями сада. Самый злостный из них на сегодня – тля. Размножается на молодых побегах, деревьев, овощных культурах, цветах и даже на траве. Усасывает питательные соки, после чего растение не получает развития, чахнет и в скором времени погибает. Методов борьбы с тлюю много – химические, биологические, народные, но результата стопроцентного не дают. К тому же нередко возникают побочные проблемы. В результате многочисленных экспериментов в своем саду определил наиболее верный путь, о чем и хочу поделиться с садоводами. Собственно, ничего нового. Первое – борьба с рыжими муравьями. Они занимаются расселением маточного поголовья тли на растениях, чтобы не залазили муравьи на деревья, обматываю полиэтиленовой пленкой, обмазываю солидолом, графитовой смазкой и все. Мурашам ни вперед, ни назад хода нет. А чтобы с дерева остальные соскочили, ставлю под кроной дымарь самодельный, траву сухую зеленую, в ведре поджигаю, и муравьи сразу покидают дерево. А если туда добавить табачную пыль или кусочки спирали от комаров, подымить минут 20-30, погибнет и тля, сидящая, как правило, под листьями, мало досягаемая для обработки яда препаратами. И еще два скворечника, если есть в вашем саду, считайте, он будет чист от многих вредителей. 8 июня в России отмечается День социального работника. Эта дата для праздника выбрана не случайно. Именно в 1701 году, 8 июня, Петр I издал указ о создании. При церквях богоделин для нищих, больных и престарелых. Сегодня в районном доме культуры чествовали соцработников Ахтубинского района, но об этом в нашем следующем выпуске. На сегодня же это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.